Кризис на Украине Путин объявил о соглашении по прекращению огня на переговорах в Минске Логотип Кризис на Украине Путин объявил о соглашении по прекращению огня на переговорах в Минске The Guardian Великобритания Matthew Weaver Matthew Weaver РИА Новости Виктор Толочко Сюжет Ситуация на Украине Президент России Владимир Путин подтвердил, что договоренность о прекращении огня была достигнута после 15 часов переговоров по Украине Украинскому конфликту Выступая на пресс-конференции в Минске, Путин заявил, что соглашение о прекращении огня вступит в силу в воскресенье Он также призвал Украину провести конституционную реформу и уважать права русских в Восточной Украине Президент Франции Франсуай Ланд подтвердил, что было достигнуто соглашение о прекращении огня Ранее Украина распространила слухи о невозможности соглашения по прекращению огня, обвинив Россию в навязывании неприемлемых условий Всю ночь шли сообщения с переговоров в Минске, столице Беларуси, что стороны достигли соглашения Переговоры в Минске длились больше 15 часов, всю ночь со средой на четверг Европейские лидеры пытались выступать посредниками на них, чтобы покончить с боевыми действиями В агентстве Reuters сообщают, что видели документ, где говорилось о прекращении огня начиная с 14 февраля Выводе тяжелых вооружений, создании зоны безопасности и возвращении полного контроля границы между Россией и Украиной к концу 2015 года А также выводе иностранных войск Но было неясно, представляет ли документ окончательное соглашение, черновик соглашения или проект документа Сообщили в информационном агентстве Более 5300 человек погибли с апреля в конфликте между украинскими силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами в двух восточных областях В последние недели кровопролитные бои резко ужесточились Президент США Барак Обама столкнулся у себя в стране с усилением требований отправить военную помощь Украине Но европейские лидеры опасаются, что это может лишь обострить кровопролитие Россия, тем временем, переживает серьезный экономический спод, вызванный в том числе и санкциями Запада, которые он наложил на Москву за поддержку сепаратистов солдатами и техникой, что Москва категорически отрицает Во время дипломатического блиц-турне, начавшегося на прошлой неделе, Меркель и Оланд посетил Киев и Москву для переговоров с Порошенко и Путиным, прокладывая путь к марафонной сессии в Минске Весь мир ждет, чтобы увидеть, движется ли ситуация в сторону деэскалации, отвода боевой техники, прекращению огня, или Выходят из-под контроля, заявил по прибытии Порошенко Министр иностранных дел России Сергей Лавров сигнализировал об определенном прогрессии в переговорном процессе, заявив поздно вечером в среду, что переговоры идут активно, лучше, чем супер Лидер повстанцев, Андрей Пургин, заявил российскому телевидению, что потребуется день или больше для военных остановить боевые действия, даже при достижении соглашения о прекращении огня В среду министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что для обсуждения на переговорах остается целый ряд проблем, включая будущее Востока Украины, гарантия соблюдения неприкосновенности границ между Украиной и Россией, а также перспективы возможного прекращения огня, отвода военной техники и обмена пленными Фабиус добавил, что целью переговоров было добиться договоренности, которая соблюдалась бы на деле, а не только на бумаге Германия и Франция поспешили выступить посредниками на переговорах после недавнего всплеска активности в боевых действиях, продолжавшихся и в среду В Донецке, который находится под контролем повстанцев, власти заявили, что пять человек были убиты и девять ранены на автобусной остановке в результате артобстрела Корреспондент агентства Associated Press видел одно тело Официальные лица в Киеве сообщили, что 19 военнослужащих были убиты и 78 ранены в боевых действиях в Дебальцево, транспортном узле на востоке Украины Где идут сейчас жаркие бои между противоборствующими сторонами Оригинал публикации «Украинская война. Путин объявляет ceasefire deal в Минск-Токс» Опубликовано 12 февраля 2015 года 12.58